10 утра, центральный районный суд. Подсудимые по маковому делу продавцы пришли к залу судебного заседания с вещами. Уже морально готовы отправиться за приправу по этапу. Сергея Сиренко в аквариуме нет. Мужчине вызвали скорую, вновь подскочило давление. Судья делает перерыв на полчаса. За это время поправить свое здоровье Сергею не удалось. Вновь перерыв. Перерыв до 13 часов сегодняшнего дня. Час дня пробил, все подсудимые в сборе. Судья интересуется у Сергея, может ли он продолжить слушание. Ваша честь, у меня давление более 200 в течение трех дней. После того, как мне ставят уколы, меня сюда везут. Меня поднимают домой в 12 часов ночи, поднимают в 5 часов и спускают в 6 в подвал. Я забыл, что такое горячее питание, потому что я не успеваю покушать. Как вы думаете, как я себя чувствую? Перерыв до 10 утра понедельника. Сиренко пытается вновь взять слово и обратиться к служителю закона. Но судья зал покидает. Подсудимый обращается через голубой экран. Я хочу сказать, если судебное заседание будет продолжаться в таком же духе, нарушаться права мои, я обведу бессрочную голодовку и не буду ни кушать, ни принимать никаких лекарств. Вот это уголовное дело было сфабриковано в отношении нас. После эмоционального срыва подсудимого служители правопорядка нажимают тревожную кнопку. В этот момент другой обвиняемой Дарьи Бетюцкой становится, мягко сказать, плохо. Судороги, потеря сознания и снова скорая. Дыши, 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 девочка. Дыши, дыши. Меня слышите? На Дарью посмотрите. Состояние человек до такого довели. Я мужа не видела в таком состоянии вообще никогда. Ну это реально довести, ну это как каждый день назначать заседание. Получается, каждый день вызывают скорую, ну неужели она не видит? Вообще, куда кто смотрит? Где вообще проверяющие органы какие-то? Ну как это можно? В среду, когда обвиняемые по маковому делу зачитывали свое последнее слово, судья объявила перерыв, чтобы те продолжили на следующий день. Однако почему-то на сайте Центрального районного суда появляется информация о том, что суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора. Почему там так написано? Непонятно ни журналистам, ни родственникам подсудимых, и тем более юристам. Если судья удаляется в совещательную комнату для постановления приговора, соответственно, она может выйти оттуда только либо с приговором оправдательным, либо с обвинителем, либо возвратиться в стадию судебного следствия, о чем выносит соответствующее судебное решение. Но ни того, ни другого, ни третьего не произошло. У нас продолжается судебное следствие. Тем не менее, официально выложена информация, что 15-го, сегодня, 10-го месяца 2021 года у нас снова было судебное заседание. То есть, это несостыковка невероятная, я такого на своей практике не помню. Состоится ли слушание в понедельник, или у подсудимых все-таки будет возможность отойти от эмоционального стресса и все-таки поправить свое здоровье. Валентина Скирова, Андрей Печоркин. День с толком.